День пожилого человека День пожилого человека День пожилого человека Служба не является агентством по подбору персонала и не ставит своей задачей получения прибыли Наша задача, миссия, как мы считаем, это помочь государству в социальном обслуживании граждан Путем взаимодействия между медицинскими, социальными организациями, благотворительными фондами и органами государственной власти В своем интервью я хочу рассказать про 4 проекта, которые мы создали в этом году летом из-за той ситуации, которая у нас сейчас в мире творится Ну вот представьте себе, что вы в одиночестве, в тишине и покое сидите дома Ну сейчас интервью подняли руки и говорят, что ой, как здорово, как здорово, как хорошо А теперь представьте, что вы так проводите много лет Без общения, новых впечатлений и вообще без каких-либо эмоций Это состояние приводит к деградации просто мозга и приводит к деменции Деменция в этом году, рост ее составил 38% Страшно, правда? Это потому, что пандемия, она как бы оставила дома пожилых людей, как бы стариков, ну и вообще многих людей Поэтому те люди, которые не ведут какую-то деятельность, не поддерживают свою когнитивную функцию Они как бы утрачивают свою способность и к самообслуживанию, и к общению, и контролю за своим поведением Ну и для этого мы как бы в своей службе придумали 4 проекта, которые у нас сейчас действуют Ну первый проект, это наша гордость, мое военное детство Значит, миссия данного проекта, она сохранение исторического наследия нашего народа Этот проект действует с весны 2021 года Состоит он в чем? Что все девочки или родственники, они записывают воспоминания своих родителей, своих бабушек, дедушек Далее мы это передаем интеллектуальным волонтерам в Санкт-Петербург Они это редактируют и как бы создают брошюрку Создание такой книжечки – это радость для всей семьи Она остается, эта книжечка, как бы в семье Нам это сделать совершенно нетрудно То есть это проект бесплатный, мы приглашаем всех людей, которые хотят участвовать в этом проекте Для этого нужно позвонить и записаться на проект Приедет специалист, расскажет поподробнее об этом проекте И можно будет его реализовывать ко дню по обеду Елена Анатольевна, скажите, пожалуйста, а как вы находите людей, которые нуждаются в помощи? Я так понимаю, что это все-таки пациенты ваши подопечные, которые одиноки, да? У которых нет родственников, не обязательно? Нет, это не обязательно Ну, во-первых, как бы в городе знает про нас и городская администрация Потому что мы очень давно арендуем помещение в городской администрации Знает и областная администрация, потому что как бы это помещение арендовано Как бы у областной администрации Знает департамент семьи То есть вы взаимодействуете со всеми? Мы взаимодействуем с органами власти Мы даем свою отчетность То есть как бы все знают про нас И с комплексными центрами мы вообще работаем очень тесно Потому что три года уже работаем по федеральному закону 442 Который подразумевает частичную компенсацию от государства Оплаты социальных услуг Поставляете вы ли какое-то необходимое там оборудование лечебное Те же лекарства, медикаменты, еще что-то Такую помощь оказываете материальную? Эту помощь, как правило, мы своим подопечным предоставляем по заявлению То есть мы можем делать какие-то и технические средства Купить и доставить своим подопечным В принципе у нас этот проект тоже действует Своим подопечным мы техническими средствами Подгузниками, кроватями, кресло-стульами с санитарным оснащением Мы бесплатно их обеспечиваем Своих подопечных, которым осуществляем долговременный уход Вы говорили, что 4 проекта, какие еще? Четвертый проект это рисуем вместе Значит, этот проект направлен на поддержание когнитивной функции У пациентов с болезнью Альцгеймера или деменции То есть у которых сейчас наблюдается рост Значит, как этот проект выглядит Значит, то есть рисование какое-то Вместе со специалистом, социальным педагогом Выходит специалисты, как бы бабушки, дедушки Они рисуют с ними Очень после этого у них улучшается эмоциональное состояние Ну, естественно, улучшается и умственная какая-то деятельность Потому что, ну, как бы они что-то делают Не просто там сидят, а что-то делают То есть вот этот проект тоже у нас есть Он действует хорошо Третий проект это музыкальная память Музыкальная память Но все, как бы наши подопечные прекрасно помнят Песни своей юности, любви Которые были очень давно, как бы у них Которые они пели, когда ходили Работали в колхозе Когда они там в стройотрядах работали Где-то там Поэтому они эти песни прекрасно помнят Также специалисты выходят и поют бабушкам эти песни После чего, как бы, они даже какое-то время продолжают это петь Теперь у них получается, как бы, уходит агрессия какая-то То есть хорошее настроение Ну, соответственно, улучшение самочувствия Вот это, как бы, третий проект А сколько вообще насчитывается у вас подопечных? На сегодняшний момент мы... 40 подопечных у нас Да, которые... Это только город Брянск или еще? Ну, у нас есть единично в Брянском районе И в Брянском районе есть еще Скажите, пожалуйста, такой вопрос Понятно, что мероприятия такой направленности Очень важны, конечно, пожилым людям Что касается медицинской помощи Здесь какое-то есть взаимодействие? Раньше у нас была лицензия Департамента здравоохранения Как бы на сестринское дело По, как бы, проведению медицинских манипуляций И выполнение назначения врача На сегодняшний день лицензии у нас нет Но волонтеры у нас есть Свои медицинские работники Которые могут помочь людям В выполнении назначения Сколько работников, так сказать, волонтеров Трудится в штате вашей организации? Волонтеров у нас 20 человек В базе работников, которые когда-либо Обратились за поиском работы 246 человек на сегодняшний момент Скажите, пожалуйста, какая-то психологическая помощь Может оказываться? Вот человек, например, вам позвонил Обратился, например Как вы говорите, деменция – это страшное состояние Альцгеймер тем более Есть ли возможность помочь Из какого-то кризиса выбраться? Да, такая возможность есть Мало того, что скажу В том году мы хотели реализовать проект Клуба «Незабудка» Благотворительного фонда «Альцрус» С которым мы сотрудничаем очень давно Это фонд, который помогает Больным с деменцией И их родственникам тоже В уходе Они проводят клуб «Незабудка» Своими родителями Приходят в клуб Они там занимаются Каким-то простым мастером-классом Потом они поют песни, танцуют Ну, в общем, опять же Это как бы выход в какой-то У них выход в какое-то мероприятие То есть все пять органов чувств Которые есть у человека Они активизируются И как бы родственники все Замечают улучшение состояния И психологического, и здоровья Что касается психологической помощи У нас есть такая помощь Она работает Работает, правда, пока в дневное время По телефону 6203200 Как бы у нас есть медработники Я сама доктор Мы можем оказать психологическую помощь Перенаправить за информацией какой-то Где ее найти Информация есть и на нашем сайте patronage32.ru Советы по уходу Советы по уходу за больными Онкологическими, умирающими За больными деменциями Там все можно найти С учетом вашего большого опыта Как руководителя данной организации Какие бы сейчас, пользуясь моментом Советы вы могли бы дать Детям пожилых людей В плане общения Заботы, внимания Потому что я понимаю, что пожилым людям Очень часто не хватает действительно внимания Им хочется выговориться И, как правило, у детей свои заботы, хлопоты И люди поэтому остаются одинокими Ну, я думаю, что, может быть, стоит принять участие в наших проектах У нас есть такая услуга Как составление карты первичного осмотра Идет врач или медработник Когда он бабушку послушает Когда он у нее спросит, что у нее болит Когда он что-то посоветует Просто поговорит Бабушки очень радуются Вот прямо радуются А потом, когда, например, можно дать поручение Вот вам надо, например, к следующему разу Когда я приду Вам надо там вот написать Что вы помните о войне Ну, условно говоря, дать задание какое-то Обязательно нужно какие-то давать задания Не ограничивать там Ты не ходи там Ты не смотри там И так далее и тому подобное А именно дать Я задание, а я вот поверю, например Это нетрудно подъехать и проверить Что у нас делала ли там Мария Ивановна, вы сделали Вот такое-то Вы сделали такое-то Ну и потом, как бы, наши подопечные У нас же есть такие акции Когда мы выезжаем с ними в монастыри Очень с удовольствием Они воспринимают эти всякие экскурсии Ну, те, которые способны к передвижению Давайте сразу тогда Ко дню пожилого человека 1 октября Что в этом году придумали и что провели? Ну, придумать-то особо тут ничего не придумаешь В плане в таком, что акция Проходит у нас сегодня и завтра По поздравлению пожилых людей Как бы с днем пожилого человека Который отмечается завтра Ну, для этого мы подготовили продуктовые наборы Для них, как бы, там С нужными продуктами А также теплые вещи Там тапочки, носочки, полотенчики Ну, то есть то, что бабушки любят Ну, и кроме того, когда приходят молодые люди Поздравлять Ну, как бы, это, конечно, очень приятно Ирина Анатольевна, так понимаю, что вы, конечно, нуждаетесь в волонтерах В людях, не безразличных к таким проблемам пожилых людей Поэтому давайте, наверное, в конце интервью еще раз озвучим телефон По которому могут обратиться родственники Или даже сами пожилые люди преклонного возраста Которые посмотрят наше интервью Может быть, откликнутся и позвонят вам Спасибо большое Звонить можно по телефону в рабочие дни 62-03-00 Круглосуточные сотовые телефоны Они тоже опубликованы на нашем сайте Патронаж32.ру Находимся мы на территории областной больницы Все знают, где мы находимся Находимся, пожалуйста, приходите Мы всегда будем рады помочь Спасибо большое Всего вам самого доброго Субтитры подогнал «Симон»